Привет, ребят! Если вас интересует игровая валюта, уровень или редкие тачки в GTA 5 онлайн, тогда предлагаю вам заказать прокачку в моей группе. Мы уже успели зарекомендовать себя и собрать огромную базу довольных и благодарных клиентов. Отзывы говорят сами за себя. Качаем быстро, отвечаю на вопросы и, главное, дарим денежный бонус к любому заказанному пакету. Работаем круглосуточно и со всеми платформами, даже с PlayStation 4. Убедись сам, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами Катяна Юрьевич и Донни, ребятушки, и сегодня у нас рубрика эксперименты в GTA 5 онлайн. Итак, ребята, рубрика «Прыжки без колес» продолжается. У нас сегодня свежая подборочка из машин, которые еще не участвовали в нашем эксперименте. Ну и если вы не видели... Ну зачем ты вот крови пачкаешь нашу платформу? Если вы не видели прошлые наши часы, ребята, то, как правило, читы у нас не летают. Они здесь стоят так, чисто для прикола. И, как ни странно, обычно старые машины у нас летят очень хорошо. Поэтому сегодня у нас подборочка таких более-менее старых машин. Будем смотреть, кто улетит дальше. В чем заключается испытание? Мы встаем на линию. Предварительно сейчас будем пробивать колеса, чтобы они лопнули. Потом с этой линии мы имеем право по синей платформе ехать на, получается, втором баллоне нитро. Потом мы его отпускаем прямо здесь, возле столбов, и прыгаем вдаль. Задача улететь как можно дальше. Кто дальше, тот и победил. Пока что, вроде как, у нас рекорд где-то 220 метров. Наша тропа на 240. То есть дальше как бы еще нету. Поэтому будет интересно. Погнали. Погнали начинать. Первые машины малюточки. У тебя здесь мистер Бин, а у меня здесь вот такой мини-купер. Ой, я Сайгу взял, что ли? Что-то не совсем то, что я хотел. Но мини-ган это слишком жестко будет. Так, когда садись на машину, дабы быстренько колесики лопались, да, то сделай небольшой бублик. То есть так будет проще. Да. Так, а у меня мини-купер. Довольно-таки интересненький агрегат. Без управления и колес. Что, прям вообще беда? Давай, 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 лопайся, лопайся. Потому что бывает такое, что когда ты едешь, вроде колеса не лопаются. Они, кстати, могут и не лопнуться, потому что бывало и такое у нас. Но все, у меня передние ушли. Так, окей. А два нитра или одно? Одно нитра. Второе, которое есть. Вот здесь отпускаешь. Ну и стараешься, во-первых... Ой-ой-ой, не врезаться. Я вообще врезался жестко. Да. И у меня минус все покрышки. А мистер Бин-то полетел. Полетел. Так, машину поднимаешь и ставишь, получается, на платформу, где цифры. Я долетел до 16 метров всего лишь. Прям офигеть. Так, слушай, мистер Бин-то смог. Ну не 70, 69. 70 это следующее. Так, ну окей. В любом случае, ребята, как бы медведь со шваброй летает. Это Гарри Поттер, я понял. Да, да, да. Вместо мету только швабра. Почему бы и нет? Продолжаем, ребятки. Окей. Следующая машина. Здесь у нас старенький Глазастик Мерс против Цивика. Ну, почему бы и нет? Попробуем-с, попробуем-с, попробуем-с. Все, готово. Так, у меня колеса вообще пробиваются? Нет? Не знаю, как минимум непонятно. Поэтому давайте-ка мы вручную проверим. Но должны были они лопнуть. Но я все-таки... А, у них, перекинь. Они лопнули, а... А, это диски-то... Понимаю. Это просто диски такие, прикинь. Кажется, что шина, это диски. А, понял. А, окей. Давайте попробуем, ребята. Цивик пошел. Я пошел. Я в сторону ушел. Это нормально. А, так. Я прыгнул. Цыпанул немножко непосредственно на стену. Приземлился на диски. Кстати, такие диски жесткие. И, блин, жесткая, жесткая авария, ребятки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а Цивик полетел тоже. Я по верху полетел. Это нормально. Я так ловил. Так. 47 метров. Кстати, Веста тоже ставила один из рекордов. Улетала аж на 185 метров, что ли, что-то такое. Так, ну слушай, у тебя разброс такой, более-менее нормальный. То есть, точно бьешь. А у меня кучный, он слишком большой. Окей, продолжаем, ребята. Супра против вот такой вот BMW. Кстати, у меня вроде сегодня трамплин немножко другой. Поэтому, возможно, еще машины из-за этого бьются. Но это не точно. Сейчас узнаем, как пойдет дело дальше. Господи, просто из УЗ-шки расстреливаешь машину. Такой радостный. Хорошечно. Так. Супра пушка. Против меня какая-то старая бэха. Ой, сразу лопнули колеса. Да, сразу, сразу лопнули. Так, так, так. И главное сейчас встать прямо. Ой-ой-ой, понесло, понесло, понесло. Вижу, 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 вижу. Супра выпрыгнула. Но что-то скорость прям отвратительная. Что такое-то? Сейчас врежусь. Я врезался в свою машину. Ну, это такое себе. Она зафрижена у меня еще. Я врезался, отлетел от нее. А, ну это хорошо. Я потому что машину не фрижу. 36 метров. Я не знаю, что такое у меня с машинами, но я прям не улетаю. Давайте посмотрим, до куда-то долетит бэха, потому что вроде как, ну, хорошечно было. Так, полетел. Ёбану. Офигеть полетел. И самый... Нихера ты полетел. Ты нитро там не забыл вырубить, где нужно? А где оно нужно? Ну, прямо на прыжке? Нет. На синей платформе заканчивается нитро. А, ну все. А ты все это время до конца жил? Ну, да. Не, ну я не... Ну, теперь понимаю, почему это. Окей, 140 метров, ребята. Понятно. В общем-то, понятно, где Ваня бросил нитро. Слушай, а с другой стороны, давай реально нитро прожимать непосредственно перед трамплином. Потому что, ну ладно, тут это... Ну, чисто не решает ничего. Потому что если машина врезается, то врезается. Ради эксперимента попробуем. А вы, друзья, пишите в комментариях, что думаете. Думаю, что вы уже видели предыдущую серию, если пришли на эту. Кстати, не забывайте прожать лайк. Давайте наберем как минимум 7 тысяч. Для вас прям изи. Я заметил, что вам рубрика понравилась. Так, а у тебя что? Меня... Ёпта. 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 Я, походу, вообще не поеду. 5 километров в час скорость. 10, 11. Ну, с нитро ты поедешь. Ну, как поеду? Я не поеду, меня просто выталкивает. А 550, я два раза врезался. Ну, кстати, с трамплина, с нитро довольно-таки интересно. Я попробую через тоганом прыгнуть. А ты, кстати, улетел, да? Да. А ты заранее, надеюсь, отключил-то нитро или прям на прыжке? Да, не-не, но перед прыжком я отключаю. Окей. Блин. Бэху не держит. Вообще не держит. На трассе. Сколько у тебя метров? Ты потом прям ушуршал очень хорошо. Это... Это... Нет, это кручил прошлый раз точно. Это... Ну, 97 примерно. Ну, короче, да. Если нитро отпускать непосредственно перед трамплином, машины летят дальше. Я пролетаю вниз. И вот примерно вот здесь на этом уровне ловлю, где вниз. А, 77 метров. В принципе, неплохо. Хотя я думал, что будет намного хуже. Так, а ты говоришь, докуда летел? В 95. В 97 где-то, да. Ну, слушай, неплохо, неплохо. И 140 пока что у нас рекорд у Бэхи. Попробуем дальше. И, кстати, самое интересное, что, ребята, это вторая Бэха, которая ставит рекорд. Первая Бэха, которая улетела, она как раз-то и улетела вроде на 200 с чем-то метров. Я уже не помню. Плюс еще ГЛС-ка летала. Но когда мы второй раз ее проверяли, она не полетела. То есть, как бы, тоже не знаю, как оценивать. Все рандомно, ребята. Все в единичном экземпляре. Так, ну, отлично. У меня здесь Шкода Октавия. А у тебя Ауди какая-то старенькая. А8, наверное, даже. Или А6. Ой. А6. Так. РС6 в кузове С5. Если не ошибаюсь. Ну что, готов? Может быть. Давай попробуем. Так, так, так. Добротно еду. Добротный прыжок. Добротный прыжок. Я даже немножко вот так сейчас выровняю, чтобы можно было на колесах приземлиться. И оно не поехало. Да, есть тачки, которые по накату без колес гоняют. Причем даже неплохо это делать. А70 ровно. То есть, посередине вместо бины и, в общем, это цивик. Так. Ну, неплохо, ребят. То есть, эти все машины в первый раз участвуют в нашем испытании. И, кстати, хочу сказать, что довольно-таки интересно тоже летят. Нет такого, что куда-то кучно бьют. Ну, хотя кучность у нас сейчас плюс-минус где-то на 70 метрах. Так. У тебя еще одна бэха. У меня здесь гоночный Porsche. Маленькая машинка. Надеюсь, полетит. Вот реально надеюсь. Ну, да. Так. Отличненько. Главное, не на голову. А, тут даже эти здесь для рук такие лямки. Извини, пробилось или что? Не знаю. Может быть такое, что, как бы, этот, пулестойкие колеса. Я могу нафуфлянить, поэтому смотри внимательно. Давай, сейчас посмотрю. Так. Колеса. Так, надо, чтобы передние лопнули, потому что я иначе не поеду, ребята. Поэтому я, наверное, вот так сделаю. А. А, они лопаются, но они есть все равно. А, нет, понял. Типа их нет, но, короче, отображается, что есть. Понимаю. Отображается, что есть, а их нет. Все. Отлично. Так. Я вообще так не поеду. До свидания. До свидули. А, просто у меня реально летающая мыльница, ребята, вы посмотрите. И, на самом деле, долетело неплохо, но, докуда, докуда. Будь здоров. Будь здоров. О, нихера я скольжу-то. О, ты видишь это? Обернись. Ну, ты прикинь, сколько я проехал, а уже метров пятьдесят проехал. Ай. Хорош. Ты понимаешь? Понимаю. Так, ребята, еще разок. Сто тридцать восемь метров было, она проехала метров пятьдесят, шестьдесят просто, понимаешь? Да, нормально. Мне вот интересно ее прям в центре поймать попробовать и чисто докуда она доедет. Это прям... Это прям что? А почему колеса восстановились? Чего? Мимо летели. У них система автонаддува? Ай, в бэху врезался. Блин, ну мне реально интересно посмотреть. И мне больше всего интересно, почему колеса восстановились-то. А, понял. Понял. Понял, не дурак. Дурак бы не понял. Я, наверное, ее восстановил просто и сам как бы заболтался, не заметил это. Так, окей, 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 окей. Минус перед тачке. Слушай, ну, с другой стороны, хорошо, но, блин, надо прыгнуть хорошо. Я думаю, что вы меня поддержите, ребят, в комментариях. Потому что, ну, это... Но, удивление, уникальная машина, которая реально прям впервые вот так вот далеко уехала. Главное, встать прямо. Давай, давай, пассажир, так и быть. Уехал, не дал ему сесть. Прыгай быстрей. Гоу. Ну, ее... Утягивает, да, ее утягивает в сторону. И, кстати... Плохо. Тот, кто слишком много ест. Да, по-любому ты. Ну, это вряд ли. Так. Два дебила просто в разбитой машине. Ваши, да. Колес нету, похер, челим. Да что с тобой, блин, не так? Я... Ну, короче, ребят, это, походу, был реально уникальный прыжок. Но, ну, все, второй раз такого не получится сделать. Понимаю. Короче, 138 метров она как бы заслуженно доехала. Примерно вот до сюда. Поэтому давайте здесь оставим. Ну, реально не получается второй раз так прыгнуть. Возможно, это реально просто шанс на миллион. Был один из реально из миллиона. Может, и больше. Так, продолжаем. У нас что там по машинам остается? У меня Ауди. Ауди, Ауди, Ауди. Дарабаш, иди ко мне. У тебя там что? Мерседес, она. Мерседес. А почему я говорю Ауди? У меня не Ауди. У меня тоже Мерседес. Тоже Мерседес. В чем у тебя и у меня А-класс. Да-да-да. Есть такое. Так, ну, окей. Дальше, кстати, пойдут машины получше уже. Поинтереснее. Так, бублик и... Ой. Так, у меня покрышки-то не лопнули еще. Странно. Ну, сейчас лопнут по-любому. А, понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ну, покрышки-то, как бы говорится, пробиты. Так, я немножко вырвел специально, чтобы машина ехала. Вот, покрышки лопнули. И чтоб ни в кого не врезаться. Я доехал прям до Ауди, чуть не доезжая. Просто два розовых на розовой платформе. И снизу розовое. Все розовое, короче, кругом. Это зона розовых. И снизу розовых вылетел. 86 метров. Ты где? Сейчас, машина не пересела. А, ты этот? Как говорится, пристреливаешься? Да. Так, окей. Так, у меня там дальше Крайслер идет. Давайте посмотрим за Ваньком. Что он нам покажет. Ну, плюс-минус, вот как-то выпрыгнул. Мне, блин, интересно, почему у нас машина так по-разному летает. Отметочка в 50. А было лучше. А не проще ли, типа, короче, не пробивать пистолетом, а реально удалять через менюшку просто шины и все? Может через менюшку удалять. Так же и ждать не нужно. Так, висы сихли, висы сихли. Висы сихли. Висы сихли. Так, на кастом колеса ремоуф. Окей, окей. Окей, окей. Колеса готовы. Крайслер готов. Линия, 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 линия. Крайслер, ребят, напомню, что летающая машина, в принципе, довольно-таки хороша, если ехать прямо. И не скатываться. Ну, это, мне кажется, очень тяжело, да, сделать? Я прыгнул прям отвратительно, на самом деле. О, я хорошо. Скорее всего, перепрыгну, потому что я вделся прям в самого прыжка. Только не упади. Так. Если есть возможность приземлиться и рулить, то, в принципе, можешь смело это делать. Я пролетел точно дальше? Ты еб твою мать. Это сколько? Это 155 у меня пока. Слушай, а на этот раз я прыгнул хорошо. Да? Прям очень хорошо, прям... Ну, прям добротно. То есть он как бы чистоганом долетел все это расстояние. О, скользит! Да ладно, скользит! Ребята, скользит, скользит, скользит! И вроде на топ-1, да? Нет. Ну, 155 и там, и там. То есть все равно. У нас, получается, одна клетка, это один метр. И самое интересное, что, ребята, это как бы... Чё? Два Крайслера, да? Да, да, да. Прикол. Окей! Ну, как говорится, проверили зато. Давайте пойдем дальше. Дальше у нас что остается? Дальше у нас... У меня комара. У меня какая-то бэха. Так. Кастом колеса. Давайте мы их лопнем. Хлопнем, лопнем, хлопнем, лопнем. У меня М6. Ну, попробуем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я отвратительно зацепился. Да, прыгнул не идеально прямо, но машина длинная. Я так понимаю, что... Пиши, пропало. Отвратительно. 50 метров, как бы, окей. Но, если честно, я думал, что полетит лучше в разы. Чё-то пошло не по плану. Все машины. Вот сюда же я прилетел. Здесь целая куча балловых машин. Ну да, 69-77 метров. Там, да, самое большое количество у нас машин сегодня. Так, у нас остается еще по... Сколько? По три машины. Так, ты чё сел-то? А, в полицейскую нельзя прыгнуть, я забыл. Так, давайте. Давайте сделаем красиво. Минус колеса. Ну, копы должны летать. Это чё копы? Копы, копы! Чё, готов? Давай. Начинай. А, чё? О, всё, поехали. Понимаю. Эх! Хотелся в Сидоре в стенку врезаться и промахнулся, да. То есть этими машинами управлять нереально. Да ё... А-а-а! Она не поедет меня. Чё, у неё Сидоров Гелика? Не-не-не-не-не, если бы она цепляется днищем. О, так, слушай, а я полетел, и полетел-то неплохо. Вот только проблема в том, что... Криво... Криво. Она не поедет вообще. Она даже не прямо, она цепляется днищем. Да ёпта! Чё с машинами? А-а-а... Давай поднимем подвеску. Она из-за бампера, что ли, цепляется. Короче, знаешь, что я заметил? Машины, когда прыгают прям под прямым углом, они летят максимально хреново. Когда они немножко бочком летят, они летят получше. Вот я не знаю, как это работает, но это реально выглядит именно так. А 50... Ну, 55,5 метров, окей. Если машина не прыгает, тогда просто выброси её. Чё, бывает такое. Видать, там просто хреновая, ребята, моделька. Макларен, в общем-то, полицейский не полетел. И это рекорд 0. 0 метров. Так. Ну да, уходит, что рекорд. Окей, ребята, регерка. Убираем. Давайте попробуем. На самом деле, мне кажется, что тоже всё будет довольно-таки плохо. И они тупо не полетят. Но это не точно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. То же самое абсолютно. То есть, тупо с большой скоростью то, что машины летят, они врезаются. Ну ты ещё дальше меня улетел. Я улетел всего лишь на 27 метров. На 64, видимо, так. То есть, вообще, да, ребят, читы, к сожалению, у нас вообще не летают от слова совсем. Ну ладно, тем не менее, есть ещё читакулка. Давайте попробуем. Так. Колёсики, колёсики, колёсики. Колёса или жизнь? А, нихера, она... Мне даже нитро нахрен не нужно, она без нитро едет. А, понимаю. Я в тебя врезался, походу. Да? Да. Вот что, на колёсах? А, нет. Ну да, но... Не поехало, всё, встал. А, Мерсик полетел. Окей. Я не знаю, чем он там цепанул, но он полетел кубарем. Я, кстати, не помню из читов, кто улетел дальше всего, но... Это 84 метра. Я вот реально не помню, кто улетел дальше в прошлый раз из читов. Ребят, можете написать в комментариях. Но Мерсик хотя бы не цепляет пузом, то есть он, видите, катается спокойно по платформе. Что ж, давайте подведём итоги на сегодняшний эксперимент наш. И первое место, ребята, у нас забирают два Крайслера и, в общем-то, 155 метров. Напомню, что один из рекордов 180 был, где-то вот тут 179. Ну и самый большой это 200, либо 220, насколько я помню. Ну, вроде где-то вот здесь, 200, 205, что-то типа того. Так, потом, ребята, у нас идут 140 метров старенькая Бэха. Опять-таки, Порш маленький зелёный, 137 метров. И то, ребята, он проехал буквально метров 60, может, даже больше. То есть напишите в комментариях, как вы думаете, плюс-минус, сколько он проехал. Может, там было видно на видео. Так, 121 метр ещё одна Бэха. Ну и все остальные, ребята, уже плюс-минус скучковались именно вот здесь, в середине трассы. Худшая машина на сегодня это мини-купер. Получается 16 метров. Ну и, в общем-то, полицейский непосредственно Макларен, который вообще не прыгнул. Вот такая серия. Давайте наберём как минимум 7 тысяч лайков. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, зовите друзей. Подписывайтесь на Ванька, ссылочка в описании. И не забывайте про колокольчик. Всем пока. Всем пока.